Сейчас делаю вечерний обход, вернее, уже ночной в нашем приюте. Обхожу все вольеры, разговариваю с собачками, смотрю состояние животных. И вот, знаете, вот просто такие мысли приходят сейчас. Вот жили мы беззаботно, да? Ну как беззаботно? Я даже не могла предполагать, что вот такое сейчас положение нашего приюта когда-то действительно будет. Но ничего не предвещало беды. Беды того, что новое наше руководство, администрация почему-то ни с того ни с сего решила, что у нас нет приюта. И мне, конечно, хотелось обратиться, хочу обратиться. Я думаю, наверняка они смотрят наши ролики. Мне хотелось бы обратиться к руководству, к тем властелителям жизни, вот как жизни на земле. О том, что прежде чем принимать какие-то решения, решения по поводу жизни других живых существ. Должны хотя бы немножечко подумать. И мне хочется вас звать к ним, что, ну, будьте хотя бы человечней и немножко, чтобы у вас было чувство доброты и сострадания. У вас ведь тоже есть дети, есть родные, близкие. Вы оберегаете их, стараетесь для них. Старайтесь, чтобы были, жили они в достатке, не знали бед, не знали никаких проблем. Так оставьте в покое тех, которые и так уже не могут за себя постоять. Я как-то вот всё-таки надеюсь, что он дойдёт до наших людей, которые считают себя властелинами этой земли. Хотя они очень многого не понимают, что жизнь, она даётся один раз. И для чего-то она всё-таки даётся. И не зря в нашей жизни появляется кто-то рядом с нами, находится. Будь это люди, будь это животные, какие-то обстоятельства, всё равно это делается неспроста. И я всё-таки надеюсь, что вразумление наступит у тех людей, которые сейчас всё-таки задумали нехорошее дело по поводу наших животных. Ну, может быть, я сейчас расчувствовалась, может быть, сейчас как бы идёт рассуждение вслух. Но, конечно, я буду всё-таки надеяться, мы надеемся, мы те люди, которые взяли на себя, ну, будем-то говорить, ответственность за тех животинок, которые тоже имеют право жить на этой земле. Субтитры подогнал «Симон»